Жители Мурманска в очередной раз получили квитанции за капремонт и в очередной раз скандал. Вот уже третий месяц люди оплачивают счета и третий месяц большинству приходят квитанции с долгом. Сегодня в помещении фонда капитального ремонта «Аншлаг» квартиросъемщики штурмуют кабинеты с намерением разобраться. Специалисты фонда разводят руками, мол, системная ошибка. О настроениях в очередях Евгений Кондращенко. Ужас. Здесь мне приходят, на той неделе, приходят за должность 281 рубль 70 копеек. С какой стати? Сначала за двадцать, а потом ищи свои деньги. Огромное количество возмущенных людей сегодня собрались в офисе фонда капитального ремонта, чтобы выяснить, с какой стати они вдруг стали должниками. Еще с января месяца жильцы добросовестно платят за капремонт, а несколько дней назад они получили квитанции, в которых говорится, что на них висит долг. Доходит до абсурда. В почтовые ящики попадают квитанции на имена людей, которых уже нет в живых. Мама умерла два года назад. Отец – ветеран войны. Живет один в квартире, прописан один. Второй месяц подряд ему приходят на нее квитанции, на него и на нее. Вот безобразие ужасное. Человек в трансе говорит, как это так? Подарок к 9 мая. Пенсионеры очень внимательно относятся к коммунальным платежам. Исправно вносят деньги, даже добираясь из других районов на общественном транспорте до Россельхозбанка. Ведь известно, что, например, Сбербанк берет процент за такую услугу. Я уже в прошлом месяце была у них. Сказали, все будет нормально. И опять это уже само пришло. И так же все-таки пришло. А мне снова обратно пришла квитанция за этот вот месяц и долго за те два месяца. У них даже есть негде люди, пенсионеры, стоят там до обморка. Ну что? А в основном пенсионеры, которые не пользуются интернетом, ничем. И они теперь говорят, что жилые люди идут там сюда. И кто понимает о этих интернетах во всем. А вы переплатил, выходите на сайт, но пенсионеров нет интернетов. Куда, на какой сайт выйти, чтобы они вернули деньги. Сколько можно пенсионерам трепать нервы? Если пенсионеры откажутся платить за этот капремонт, то город встанет и не отремонтируется. Почему? Потому что пенсионеры самые добросовестные. Не дай бог придет квитанция, как уже все летят платить. Вы посмотрите, что творится. Ужасные отношения. Они через рот не могут нормально открыть и не говорят, что извините, пожалуйста, за наши ошибки. Нет никаких действий вообще. Сами сотрудники фонда капитального ремонта видят несколько причин сбоя. Ошибка электронной системы, базы данных старые, да и сама схема сбора денег за капремонт новая, еще не успели довести до ума. И обещают в ближайшее время все исправить. Пользуясь, так сказать, возможностью. Прошу людей не волноваться, что мы в ближайшее время, в следующем месяце поправим, несем изменения в саму программу. И я думаю, что все получат четкие выберки по деньгам. Я еще раз прошу прощения. Я думаю, мы это дело устраним. Кстати, такие проблемы есть и в других регионах России. Электронный вариант платежной системы показал себя с плохой стороны. Сейчас московские специалисты совершенствуют компьютерную программу. А собственники жилья ждут новых квитанций. И надеются, что уже в апреле никаких долгов на них висеть не будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!